МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пробуксовка. Почему эффектно задержанный Бочковский возможно будет не менее эффектно отпущен? Спецслужбы поймали убийцу капитана СБУ Манзека. Куда он направлялся с пистолетом и патронами? Депрессия и разорванный больничный. Чем страдал пилот, которого считают виновником крушения аэробуса А-320? Так была ли коррупция? Прямо на заседании суда прокурор отозвал свое ходатайство об аресте Бочковского и Стоецкого. Задержанных на заседании Кабмина руководители госслужбы по ЧАЭС. Что произошло и чего не хватает для ареста? Подробнее Валентина Левицкая. В узких коридорах Печерского райсуда столицы десятки журналистов, родственники подозреваемых, адвокаты и прокуроры. Под конвоем ведут экс-главу госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского. В среду на заседании Кабмина его и его первого зама Василия Стоецкого обвинили в создании коррупционных схем при закупке горючего и увели в наручниках. Все это время офицеры провели в изоляторе временного содержания МВД. Сегодня суд должен был избрать меру пресечения для обоих подозреваемых. Следователь МВД требовал ареста и ГПУ это еще вчера поддерживало. Но неожиданно прокурор просит отозвать ходатайство о взятии Бочковского под стражу. Объясняет, недостаточно доказательств. Подумав полчаса, судья удовлетворяет просьбу и закрывает заседание. Документы были выложены, которые свидетельствуют о том, что два человека, это руководитель глава ДСССР и его заступник, являются співзасновниками офшорной компании на Белизе. Apply Generation. Відповедные документы были и печатка зазначеної офшорной компании были выложены в службовом кабинете Стоецкого. Но у нас на сегодня нет данных про то, какие именно тендеры проводились. Те документы, которые были предъявлены, которые были заафишированы, они местят ознаки подробки и не есть належными доказами. Будь каких реальных следствий, которые могли проверить эти обставины, а именно допыты службовых осіб, там выучение бухгалтерского документа проведено не было. Аналогичная ситуация и со вторым экс-руководителем госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Родные Стоецкого уверены, дело сфабриковано. По просьбе прокурора судья возвращает в МВД ходатайство о взятии Стоецкого под стражу. Сам он вины не признает и заявляет, к тендерам отношения не имел, за границу бежать не собирается и готов ходить на допросы. Следствие по делу о коррупции в госслужбе по чрезвычайным ситуациям будет продолжаться и может затянуться, по оценке прокурора, на полгода-год. Это большая обсяг работы. Фирмы, которые, соответственно, находятся в США, в офшорной зоне Белиз, какие подозрения, конечно, у нас есть. Они будут проверяться следствием. Но на сегодняшний день этих доказательств мне, как прокурору, не надо. Следователь МВД, который ведет дело, продолжает настаивать на аресте, но свои аргументы не поясняет. Пока Бочковский и Стоецкий остаются в статусе подозреваемых. И эту ночь, скорее всего, проведут в изоляторе. Но поскольку мера пресечения не назначена, их должны выпустить на свободу не позже полудня завтрашнего дня. Валентина Левицкая, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Ну и Екатерина Лысенко напомнит о том, как задерживали бывших чиновников и как комментируют эксперты сегодняшнее решение суда. Такого яркого задержания в Украине еще не видели, чтобы прямо на заседании Кабмина дав наручники. Я просил бы министра внутренних справ дать информацию про соответствующий злочин. Частная компания перечисляет не резидента Украины, а офшорной компанией на острове Джерси. С острова Джерси на другую частную компанию, принадлежащую Стоецкому и Бочковскому. После чего эти деньги делятся на их карточные соответствующие счета. Бочковского и Стоецкого при всех обвинили в коррупции и при всех увели из зала. Новость первая не только в украинских, но и европейских СМИ. На Западе таких арестов не было. Подобный случай в истории был. В Северной Корее прямо во время съезда партии арестовали дядю Ким Чен Ина, обвинив его в госизмене, коррупции и моральном разложении. А позже Чан Сунтхека в лучших традициях тоталитарной страны казнили. Это показательное шоу, установлено на кабинете министра. Оно просто призвано отвлечь внимание людей от происходящего, того, что творится с коррупцией команды премьера, депутатами, которыми заинтересовалась швейцарская прокуратура, о том заявлении, которое сделал господин Гордиенко коррупцией в правительстве и Синюка. Дуже много будет зависеть от того, насколько эти дела будут таки доведены до суду и будет вирог суду. Вот тогда уже мы можем делать висновки, чи эффективно спрацювали правоохранные органы. Сначала у милиции было уявление, что есть достаточно доказаний, а прокуратура вважает, что пока нет достаточно доказаний. Сейчас среди украинских политиков становится модной темой борьбы с коррупцией. Впрочем, отозванное ходатайство об аресте еще не значит, что дела закрыты. Более того, до 12.00 завтрашнего дня суд может снова провести заседание и избрать меру пресечения. А может, не избрать. Практика показывает, что это может быть и в ночи. Суды в таких случаях зазначают, что у них ненормованный рабочий день, поэтому это может быть и сегодня в ночи, или в вечере, или завтра в рамках. То есть в любой момент. Справа не закрыта. Больше того, было оголошено подозрой. Подозрой она таки остается оголошенной, и кроме того, есть строк до завтрашнего дня для расследования этого вопроса. То есть это вопрос на разе его не закрыли, его не вырешили по сути. Реакция министра внутренних дел на решение суда мгновенная в том, что Бочковский и Стоецкий сядут, Аваков не сомневается. Екатерина Лысенко, Сергей Килимник. Подробности в телеканал Интер. Генпрокуратура не снимет обвинения с Бочковского и Стоецкого. Об этом в своем в фейсбуке написал Арсен Аваков после совещания с генпрокурором. Уже завтра утром прокуратура, как сообщил министр, внесет на рассмотрение суда расширенное ходатайство об их аресте с дополнительными статьями обвинения. А само дело Бочковского перепоручат другому прокурору, так как прежний, по словам советника министра, Антона Герасченко, отказался избрать меру пресечения коррупционеру из-за недостаточных доказательств его вины. Мы сегодня ждали в этой студии адвоката Сергея Бочковского Игоря Федоренко, но буквально за несколько минут до эфира он был вынужден отказаться, поскольку срочно уехал в СИЗО. Его подзащитному выдвинули четыре новых обвинения. И вот что он успел рассказать нам по телефону. Следователь, который был на суде, сказал, что господин Бочковский находится на помещении МВД Украины на улице Богомольца 10. С ним планируется проведение естественных действий по новым уголовным делам, то есть криминальным проваджением. Предложил мне взять с собой четыре новых комплекта документа для того, чтобы можно было подтвердить свои полномочия. То есть из этого я делаю вывод, что появилось каких-то четырех новых дел. Больше информации у меня нет. По моему мнению, реализуется самый плохой сценарий. Эта тема развивалась сегодня не только в суде. Допрос без повестки и лишних церемоний. Причем прямо в здании МВД. От бывших подчиненных Бочковского и Стоецкого хотели услышать о фактах коррупции в их ведомстве. Как все это было, расскажет Елена Зорина. Министерство внутренних дел. Полдень в гостях у министра Авакова, премьер, секретарь СНБО, временно исполняющий обязанности главы госслужбы по чрезвычайным ситуациям и силовики. Собираются не для обеда, на коллегию. Разговор о коррупции, миллиардах Януковича и деньгах, украденных уже при нынешней власти. Об исчезнувших миллиардах, расследовании Генпрокуратуры и обвинениях в адрес своего правительства премьер не говорит ни слова, только о повышении ответственности для коррупционеров и зарплатах следователей, которые ловят за руку чиновников высшего ранга. Но главный разговор о госслужбе под чрезвычайным ситуациям. Пока в Печерском суде решают судьбу ее бывших руководителей, на коллегии о чем-то перешептываются Яценюк и Аваков. Временно исполняющий обязанности главы рапортует, начал люстрацию. За одну ночь уволил три сотни своих подчиненных. С жирными котами будем вести нещадную борьбу. Наручники и камеры, я думаю, у соответствующих органов выстачит на всех. Тут же в интернете появляются и новые свидетельства коррупции. С десяток писем от спасателей публикует на своей страничке в соцсети советник Авакова. Он тут же на коллегии. Тех, кто хочет работать по-новому настойчиво прямо здесь и сейчас, просят рассказать о товарищах-взяточниках. Показы, что до вымогания хабаря извольняют вас от криминальной ответственности. Когда такая информация не будет отримана, это означает, что лава подсудных борг-звучинного группования увеличивается на количество тех, кто таких показов не даст. Будет необходимость, значит, суд будем проводить на стадионе. Два часа разговоров о коррупции и как с ней бороться, коллегия, завершилась, но работники службы по чрезвычайным ситуациям не расходятся. Их сейчас будут допрашивать. С вещами, но на местах остаются руководители областных подразделений и их замы боятся даже вопросов журналистов. В зале остаются 24 руководителя, остальные уходят. Следственные действия проходят за закрытыми дверями. Елена Зурина, Сергей Килимник, подробности телеканал Интер. Коллегия МВД сегодня кладезь новостей. На ней обвинили во взяточничестве еще одного чиновника, руководителя госинспекции сельского хозяйства. Так брал или не брал? И как обвиняемый отреагировал на это сообщение? Подробнее Ольга Теребинская. Исполняющего обязанности председателя госинспекции сельского хозяйства поймали на взятки свыше 350 тысяч гривен. Об этом сегодня на коллегии МВД заявил руководитель главного следственного управления ведомства Виталий Сокал. При этом ни имени, ни подробности расследования не сообщил. Четкости в предложении от него потребовал министр. Детали этого дела, как и кто, передавал взятку, задержан ли глава госинспекции, ничего более ни от самого Сокала, ни от пресс-службы МВД. А в самой госинспекции переполох и недоумение. Все сегодня там на месте, никто никого не задерживал. Да и такой должности, как председатель, у них сейчас нет. Только первый заместитель, Юрий Заставный, отвечая нам, заметно волновался, но не оправдывался. Говорит, никто ему никаких обвинений не предъявлял. И, вероятнее всего, это ошибка. На сегодняшний день на никто не задерживал. Я, первый заступник главы Державной инспекции сельского господарства, стою перед вами. Голова от жеветня избранный. По факту, в минулом году у нас был такой случай. Заступник главы, он и сторонник. Ближе к вечеру в сети появилась информация, что якобы Юрия Заставного задержала милиция. Ссылались на фейсбук страничку министра аграрной политики Алексея Павленко. Мы еще раз связались с пресс-службой госинспекции. Уже по телефону. Нам сообщили, он на месте. Никакого задержания не было. Да и сам Павленко написал, эта информация фейк. Официальные заявления на сайте Минагрополитики тоже разместили. А в МВД мы отправили запрос. Надеемся завтра узнать, что это было. Ошибка в отчете или очередной пиар-ход? И кого конкретно они имели в виду? Ольга Теребинская, Олег Неведомский. Подробности, телеканал Интер. Кратко и без вопросов о Николае Гордиенко. Точнее, о первых результатах проверки отстраненного главы госинспекции. В Кабмине показывают компромат. Целая стопка бумаг. И перед началом брифинга предупреждают. Министру Кабмина вопросов не задавать. 7,5 миллиардов гривен, сообщила Анна Онищенко. В хищении которых Гордиенко винит правительство Яценюка, дело рук старой власти. 2012-2013 годов. А за самой финнспекцией, говорит Онищенко, несколько десятков нарушений за последний год. Гордиенко выполнил всего лишь треть поручений премьеры. Из 36 компаний проверил лишь 11. Виявление порушений – это одно, а стягнение до держбюджета – это совсем другое. Порушений – лишь меньше, чем на 1 миллиард гривен. Майже за год своей работы глава Держфининспекции, пан Гордиенко, фактически не сделал ничего. Расследование в кабине планируют продолжить до 4 апреля. Напомню, нецелевым использованием бюджетных средств в 7,5 миллиардов гривен, о чем заявлял Гордиенко, уже занялись в Генеральной прокуратуре. Накануне Виктор Шокин подтвердил, что открыто уголовное производство по факту. Яценюк согласился дать показания. Все детали этого расследования, а также судьба денег, вывезенных из страны окружением Януковича, в эксклюзивном интервью генпрокурора в воскресенье ровно в 8 вечера в подробностях недели. Пенсионный фонд «Банкрот». Об этом заявил министр соцполитики Павел Розенко. Пенсионному фонду не хватает 80 миллиардов гривен для выплат пенсии. Министр утверждает, что бюджет фонда наполняется за счет детенизации зарплат. Что же касается повышения пенсионного возраста до 65 лет, Розенко сообщил, что после переговоров с МВФ удалось от этого требования немного отойти. Придется ли к нему снова вернуться, зависит от того, насколько быстро смогут вывести зарплаты из тени и насколько быстро сможет заработать ресурс нашей экономики, подытожил министр. Экономика, ситуация на Донбассе, реформы. Представители мониторинговой миссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы сегодня встречались с нардепами от оппозиционного блока. И вот о чем они говорили. Сегодня оппозиция практически преследуется по всей стране. Десятки и сотни уголовных дел по всей стране в отношении наших однопартийцев. Был вопрос о проведении реформы в Украине. Мы сказали о том, что одна из претензий не только оппозиции, а вообще всех людей в Украине, в том, что за год не проведено ни одной реформы, обещанной на Майдане. Ни судебной реформы, ни конституционной реформы, ни реформы местного самоуправления, ни изменения избирательного законодательства. Поэтому мы выступаем за то, чтобы этот парламент, парламент войны был распущен. В то время как Джордж Сорос призывает ЕС перестать нянчиться с Грецией и помочь Украине, Европа сильно сомневается, стоит ли выделять нам деньги. Источники в Брюсселе говорят, что Киев никак не может четко озвучить, на что пойдет эта материальная помощь. Такую неожиданную информацию распространило агентство Reuters, ссылаясь на свои анонимные источники. Формат не под запись. Здесь в Брюсселе очень популярен. После брифинга в кулуарах можно узнать о настроениях еврочиновников, а также о том, что только через пару дней станет официальной новостью. Вот агентство Reuters, ссылаясь на собственные анонимные источники, сообщило, ЕС и США не станут спешить с представлением средств Киева на саммите донорской помощи 28 апреля. Эта новость соответствует тому, что ранее говорил комиссар по вопросам расширения добрососедства ЕС Йоханнес Хан. Весной реформы, осенью деньги. А вот добрым словом и советом, как обычно, Евросоюз поможет. Сегодня стало известно, что 30 марта в понедельник в Киев приедут глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и верховный представитель ЕС Федерико Магарини. Встречи запланированы с премьер-министром, спикером и парламентариями. Высока вероятность, что помимо прочего обсудят вопрос, как Киев планирует распорядиться европейскими деньгами. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Днепропетровский чиновник Александр Величко записал видеообращение к президенту, генеральному прокурору и главе СБУ с просьбой защитить и расследовать его похищение. Он подробно рассказал, как это было, о пытках и угрозах ему и его семье. Во всем обвиняет теперь уже экс-заместителя Днепропетровского губернатора Геннадия Корбана. Говорит, ему чудом удалось убежать, и сейчас он и его семья в безопасности, где конкретно не сообщает. Меня похитили люди заместителя главы Днепропетровской облгосадминистрации Геннадия Корбана. Меня использовали для шантажа исполняющего обязанности мэра города Днепропетровска, секретаря горсовета Максима Романенко. Меня заставляли читать с бумаги на камеру написанный ними текст якобы признательных показаний, в которых указывались фамилии, имена и события, о которых я никогда не слышал. Поэтому я вынужден обратиться в Генеральную прокуратуру Украины, поскольку мне и членам моей семьи угрожает смертельная опасность. Угрожая мне лишением жизни и огнестрельным оружием, эти люди сказали, что я должен позвонить Максиму Романенко и потребовать, чтобы он ушел в отставку, иначе для меня закончится все плохо. После того, как меня привезли, меня закинули в какой-то подвал без окон и без дверей, с одной дверью, которая закрывалась снаружи, круглосуточно включенной лампочкой на бетон. Несколько человек систематически меня били, угрожали, пытали, применяли ко мне холодное оружие, пытались отрезать мне палец, крутили, круговыми движениями хотели вырезать мне коленную чашечку, показывая, как это будут делать, в какой последовательности будут резать меня и отрезать мои части тела. На моих глазах одному из людей отрезали палец, а другому отрезали гениталий и, грубо говоря, его кастрировали. И сказали, если я не прекращу играть из себя Зою Космедемьянскую, то со мной сделают то же самое. Напомню, 1 февраля Величко поехал на прием к заму губернатора Геннадию Корбану, связь после этого с ним пропала, а потом в интернете появилось видеообращение чиновника, где он якобы признается в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями. Несколько дней назад глава СБУ призвал Величко вернуться в Украину, чтобы назвать имя заказчика этого преступления. Ну а Корбан тем временем дал интервью российскому интернет-изданию «Медуза». Этот ресурс основала бывший главред Ленты.ру Галина Тимченко, которую уволили год назад за то, что в одном из материалов содержалась ссылка на интервью с Дмитрием Ярошем. И вот главные месседжи Геннадия Корбана. Порошенко и вся его кумовская клика боятся нас. Сегодня Порошенко превратился в Шерхана. Народный фронт это стадо волков, которых он разводит как хочет. Бандерлоги это депутаты, рыжие собаки это русская террористическая агрессия. Себя же мы воспринимаем больше как ангелов-хранителей Маугли. Мы как Каа, Балу и Багира всегда заботились о нем. Маугли это народ Украины. Почему конфликт начался именно сейчас? Шерхан вышел на охоту, если раньше он был не настолько силен, агрессивен, ему не нужно было столько пищи, то сейчас он начал питаться. Говорят, что ваша команда действовала методами 90-х. Вы согласны? Ну я так отвечу. Когда был тяжелый период, мы принимали нестандартные решения. Поборят ли коррупцию в судах? Завтра в силу вступает новый закон об обеспечении права на справедливый суд. Изменит ли он что-то подробнее Геннадий Вивденко. Закон еще не вступил в силу, но уже привел к первой отставке. Уходит глава высшего административного суда Александр Нечитайло. Вот так он приходил на пост в минувшем году. Сегодня заявил, его увольнение связано с введением в действие новых норм. Срок его полномочий истекает в июне и за два месяца Нечитайло, по его словам, провести судебную реформу не возьмется. Ее необходимость тем временем уже слишком очевидна. Это еще раз отметил президент Петр Порошенко во время визита в Харьков. Сегодня единственное, за что я хвилююся и вообще по борьбе с коррупцией, это то, что нам нужно защитить честных судей и налагодить эффективную работу судебской гилки власти. Если они начнут выпускать вбивки хабарников с неспростовыми доказами, то сегодня терпец общества уже держится на остальном. Согласно недавнему исследованию Киевского международного института социологии полностью не доверяют суду треть украинцев. Распространенность коррупции такая, что едва ли не каждое рассмотрение иска сопровождается взяткой. Суды не только коррумпированные. Суды у нас работают в тех координатах, которые им выгодны. В зависимости от предмета спора и что получает сторона. Если это корпоративные права, если это имущество, это квартиры, дачи, стоимости несколько сот тысяч, то процентов 10, 20, 30 необходимо отдать за решение суда. Основная новация в законе введение квалификационной оценки судей. То есть будет изучаться вся деятельность чиновников, нет ли оснований для коррупционных действий. И вот объем этой работы тревожит тех, кто более всего страдает от мздоимства служителей Фемиды. Найбольшая проблема этого закону это то, что насправде после его набраня чинности необходимо перебрать по кистках всю судовую систему. То есть сам закон не изменит свидетельство каждого окремого судя. Поэтому на основе этого закону необходимо четко переглянуть и кадровый склад каждого конкретного судя, его квалификационные ознаки, его соответствующие к критериям, которые укладены в законе. Поэтому насправді набраня чинности этого закону это лишь начатный этап для того, чтобы справдя провести перебирание цієї системы, для того, чтобы насправдя корпус судей, который будет в Украине, был справдя квалификованным, объективным и честно. Самое уязвимое место проблемы коррупции в судах инвестиционный климат. Бизнес нуждается не только в прибыли, но и в справедливости. От этого зависит, вернутся ли в Украину инвестиции, будут ли созданы новые рабочие места. На мой взгляд, что без реформы судейской, без изменений ничего не будет. Оно напрямую связано с бизнесом, потому что инвестор смотрит, как он может защитить свои возможности, свои инвестиции и свои деньги. Каждый инвестор должен быть уверен, независимо, это внутренние украинский инвестор или это за границей инвестор. Но любой инвестор должен быть уверен в защите своей инвестиции. Пока же в авторитетном рейтинге восприятия коррупции Украина занимает 142 место в мире наряду с Угандой и Каморскими островами. В первую очередь из-за невозможности введения бизнеса законными методами и отстоять свои права в суде. Леонид Аборин, Андрей Кровец, Геннадий Вивденко. Подробности телеканал Интер. Спецслужбы задержали убийцу капитана СБУ Виктора Манзика. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил президент Петр Порошенко. Позже подтвердил и советник главы СБУ Маркен Лубкивский. Задержанный помощник нардепа Денис Гордеев пытался нелегально пересечь границу в Закарпатской области. У него изъяли пистолет и патроны. В СБУ надеется, что суд над убийцей будет публичным. Напомню, капитана СБУ Виктора Манзика застрелили в Волновахе Андрей Денисенко подтвердил, что Манзика убил именно его помощник. Якобы Гордеев таким образом пытался помешать ввозу контрабандной водки в ДНР. И спецоперация по задержанию и в Мариуполе. Подробности знает Александр Пантелеймонов. Он с нами на связи. Саша, здравствуй, расскажи, что тебе известно. Да, Наташа, вот как раз начну с подробностей этой спецоперации, которая сегодня прошла в Мариуполе по захвату диверсанта Николая Гриненко. Сегодня рано утром бойцы Нацгвардии и сотрудники спецподразделения «Сокол» заблокировали террориста в частном доме в одном из микрорайонов города. Напомню, что около месяца назад Николай Гриненко при досмотре его автомобиля застрелил сотрудника правоохранительных органов. Еще двое тогда были ранены и ему тогда удалось скрыться. Не намерен он был сдаваться и сегодня для того, чтобы замаскироваться, даже переоделся в женское платье, но все-таки сбежать ему не удалось. И сегодня в Широкино обстреляли машину представителей миссии ОБСЕ. Террористы вели огонь из стрелкового оружия, из пулеметов и даже из минометов. Вот по последней информации всех сотрудников удалось эвакуировать, пострадавших в среде них нет, но минувшую ночь также и по последней информации этим вечером наши позиции террористы продолжают обстреливать Широкино из крупнокалиберных минометов. Протягом дня незаконные оружие формирования тричьи порушили режим прекращения огня. Они используют противукраинских военных защитников Мариуполя стрелковую оружие, гранатометы и минометы. Неспокойно и в Гранитном. Это уже в 50 километрах от Мариуполя. Там позиции наших военных тоже постоянно уже сутки находятся под обстрелом минометным со стороны террористов. И вот даже наши военные рассказали, что террористы сделали несколько залпов из самоходной гаубицы Нонов. Само Гранитное сейчас никого не пускают, но вот жители окрестных сел говорят, что звуки канонады слышат постоянно. Страшно, громко, когда тихо, когда громко, но мы слышим, у нас все равно тут слышно. А они не перестают наверное бить постоянно. И вот по словам местных жителей обстрелы стихают только на несколько часов ночью. Пока это все, Наташа. Спасибо, Саша. Александр Пантелеймонов о задержании диверсанта и ситуации в районе Мариупольского направления. Сейчас еще один мой коллега с нами на связи, это Станислав Кухарчук. Стас, ты работал сегодня в Луганской области. Какие у тебя новости? Да, здравствуй, Наташа. Мы сегодня были в станице Луганска и хочу сказать, что там сохраняется относительное спокойствие. Хотя еще несколько недель назад это была одна из самых горячих точек в Луганской области. Но похоже, что это затишье воцарилось здесь неспроста. По данным наших военных, боевики активно укрепляют свои позиции и стягивают технику. Нам даже сдалека удалось отснять первую линию укреплений террористов. Местные говорят, что приехали инструкторы с Ливана, с Сирии и активно обучают их введению городского боя. И также на Николаево, Костя, 0, очень много городов. Уже разведка занесла 37 единиц. За месяцы боев боевики превратили в стойницу Луганскую настоящую руину. Здесь разрушена большая часть зданий. Это война. Я вот хотел, чтобы люди в Харькове, в Одессе посмотрели, что такое война. Те, которые пытаются будоражить народ. Это еще без крови, без мяса, без того горя, смертей. За время боев отсюда выехала большая часть мирного населения. Остались в основном пенсионеры. Выживают за счет волонтеров и украинской армии. Военные делятся с ними медикаментами, продуктами питания. Их здесь остро не хватает. Тут же были до нас сепары, а тут не приехали. Кажет, подвинься, цей русский добрее. Малый бежит, каже, цей русский добрее, чего? И вот еще одна проблема, по мнению наших военных, одна из самых главных при фронтовой зоне. Здесь не работают украинские каналы, зато с луганской телевышки вовсю транслирует российское телевидение. Как мы, так и местное население не можем посмотреть и узнать, что творится в Украине и в мире объективные и правдивые новости. И вот как только что стало известно, в результате обстрела боевиками поселка Золотое был взорван газопровод. Это официально сообщает губернатор Луганской области Геннадий Москаль. И вот в результате взрыва без газоснабжения осталось 4000 домов. Ну пока это вся информация. Наташа. Спасибо Стас Станислав Кухарчук с последней информацией из Луганской области был с нами на связи. И о том как прошел этот день в оккупированных городах нам рассказывают сами местные жители Донецка и Луганска. Давайте послушаем. В некоторых магазинах появились таблички с оружием не входить. То есть на белом фоне оружие красный кружок и перечеркнуто. Чего-чего но такого раньше не было. Здравствуй ДНС. Это работники заставили их бесплатно поработать. Пришло несколько тепловозов поступило задание их восстановить. Но никто платить за это не собирается. Пропадает молоко. На молоке готовятся каши для детей. На молоке готовят диабетики. Хожу по нецентральному магазину и здесь люди набирают целыми тачками огромными пакеты молока. Похоже, что вот беда. Работы сейчас нигде нету. Найти нереально практически. Там у кого еще есть денег практически не платят. Фактически сейчас живем на старых запасах. Отсутствие денег, отсутствие нормального выбора товаров, блокада и финансовая, и экономическая, и продуктовая, и медикаменты. Учителя получили только 50% оплаты за октябрь месяц. На такую мизерную пенсию невозможно прожить. Белая булка хлеба, который я его не покупаю, у меня денег на него не хватает. 9,50. Ну а в Николаеве с сегодняшнего дня подорожала квартплата, так решил местный исполком. Теперь за квадратный метр жилья люди будут платить почти 2 гривни. Повышение тарифов касается не только Николаева, растут они по всей стране. Подорожание коммунальных услуг недопустимо, так считает лидер фракции оппозиционный блок Юрий Бойко. Об этом он заявил в Николаеве, где возложил цветы к памятнику героям альшанцам. 71 год назад они освободили Николаев от немецко-фашистских оккупантов. Сегодняшняя власть поднятием тарифов пытается закрыть дыры в бюджете, которые сформировались из-за той масштабной коррупции, которая сегодня есть в правительстве прежде всего. Мы выступаем категорически против поднятия тарифов, потому что просто невозможно объяснить людям, почему при себестоимости добычи украинского газа, который всегда чтол для населения 400 гривен, его продают людям по 3,5 тысячи, а некоторым даже по 7 тысяч. Поэтому, конечно, это непрозрачная абсолютно коррупционная схема сегодняшней власти и мы вплоть до суда мы пошли уже в суд на отмену всех этих решений. Что говорят в Камбокдже о нардепе Книжинском, которого местные власти подозревают в изнасиловании малолетней девушки. Спецрепортаж будет чуть позже, оставайтесь с нами. Он порвал свой больничный лист, чтобы все же полететь рейсом Барселона-Дюссельдорф. Немецкие следователи обнаружили в доме Андреаса Любица остатки больничного, выписанного на даты этого рейса. Второго пилота, разбившегося во Франции аэробуса А320 авиакомпании Germanwings, считают виновником этой авиакатастрофы. Пока не ясно, в связи с каким недугом был выписан этот больничный. Сегодня стало известно лишь, что Любиц наблюдался в клинике при университете Дюссельдорфа, но не в связи с депрессией. Напомню, на борту лайнера находились 150 человек. Самолет разбился в Альпах. Расшифровка данных черного ящика показала, что Любиц намеренно начал снижение после того, как командир корабля покинул кабину самолета. При этом он заблокировал дверь изнутри и не отзывался на сообщения диспетчеров. В его доме конфисковали документы, которые указывают на то, что он проходил лечение. Также мы нашли разорванный больничный бюллетень, что позволяет нам заявить, Любиц скрыл факт своей болезни от работодателя и коллег. Тот факт, что второй пилот закрылся в кабине, подтверждает и аудиозапись предположительно последней минуты полета. Файл появился сегодня в сети, на нем слышны крики и глухие удары. Возможно, командир корабля экипажа пытается выломать дверь. Давайте послушаем. Ну а военная прокуратура Польши предъявила обвинение двум российским авиадиспетчерам. Это по делу о катастрофе под Смоленском, в результате которой погиб президент Польши Лехкачинский. Их обвиняют в неумышленном доведении до авиационного происшествия. А вот первой причиной трагедии по результатам расследований польских следователей стала неадекватная погодным условием поведения экипажа. Прокуратура Польши требует от России вернуть обломки самолета. Напомню, 10 апреля 2010 года в катастрофе Ту-154 погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лехкачинский с супругой и большая часть руководства этой страны. Конспирология по-кремлевски. Почему на место гибели Бориса Немцова не пустили съемочную группу подробностей? Что нового спустя месяц со дня смерти оппозиционного политика обо всем расскажет Данил Русаков наш Сапкор в России. С самого утра на Москворецкий мост идут люди. Они несут цветы в память о погибшем оппозиционере. Маленькими группами но поток все не иссякает. Некоторые даже снимают головные уборы возле места, где еще месяц назад Бориса Немцова лишил жизни киллер из белой машины. За 15 лет убили всех, кто критиковал Путина. Отравили в Лондоне, убили, посадили. Понимаете? Конечно, страх нагоняет. Ночь с 27 на 28 февраля. Тело оппозиционера в черном пакете на тротуаре прошло около 30 минут после жестокой расправы. А это тоже место, но несколькими часами позже. После убийства превратилось в настоящий мемориал, который агрессивно настроенный прокремлевцы несколько дней назад попытались осквернить. Но несмотря на что-то желание выставить политика в недобром свете, люди, которые приходят на мост на провокации, не ведутся. Многие не скрывают, они мечтали видеть Немцова во главе государства. Для меня он президент достойный от всего, что произошло. Помимо этого, это недостойно. В эти минуты на мосту на месте гибели оппозиционного политика собрались его ближайшие соратники. Там даже запланировали мемориальный митинг. Однако показать происходящего мы, к сожалению, не можем. Охрана предприятия Гормост вдруг неожиданно запретила нам съемку. По словам соратников Немцова, по прошествии месяца им неизвестно ничего. Арестованные выходцы с Северного Кавказа от показаний вроде бы отказались. Имя заказчика до сих пор неизвестно. Следствие очевидно зашло в тупик. По моим ощущениям стоит твердый политический блок на то, чтобы установить и организаторов и самое главное реальных заказчиков этого преступления. Все ниточки от, судя по всему, настоящих исполнителей задержанных ведут в Чечню. А Чечня это государство в государстве, откуда выдачи нет. Конспирологические геометрической прогрессии основательно подзабыты так называемый украинский след про кремлевские СМИ на днях неожиданно вспомнили. Вот новая невероятная версия. Вроде мы узнали, что заказчиком убийства Бориса Немцова возможно был Андрей Парубий. Это заявлено анонимным представителем следствия газеты «Комсомольская правда». Именно он нанял чеченцев, которые уничтожили Немцова. Такие сообщения в самой передовой и правдивой прессе, видимо, будут еще появляться не раз. Сегодня же информагентство сухо сообщили. Якобы неожиданно обнаружился новый свидетель по имени Евгений. Он якобы видел убийство своими глазами. О чем еще рассказал следователям этот человек пока неизвестно. Данил Русаков и Виталий Коваленко Московское бюро телеканала Интер. И еще одно уголовное преследование за украинскую символику. Теперь силовики оккупированного Крыма привлекают к ответственности крымского татарина. Он держал украинский флаг на Шевченковском митинге 9 марта в Симферополе. Судебное разбирательство по делу активиста должно было начаться сегодня, но его перенесли на 30 марта понедельник. Это уже четвертый участник празднования дня рождения Шевченко, которого обвиняют в использовании запрещенной символики. Ранее суд уже приговорил к 40 часам общественных работ троих крымчан. Ну и готов спецрепортаж из Камбоджи. Что говорят камбоджицы об обвинении местными властями украинского депутата Николая Калинжицкого. Его подозревают в изнасиловании. И зачем в эту страну едут богатые иностранцы? Смотрите. Бесконечные потоки мотоциклистов, запах свежих багетов, как отголоски французской колонизации, буддистские храмы по соседству с элитными автосалонами для чиновников и обгоревшие на солнце туристы. Камбоджу называют страной одного доллара. Треть людей живет здесь за чертой бедности. И за портреты американских президентов на купюрах тут готовы отдать многое. С наступлением темноты столица страны Пномпень превращается в один большой ночной клуб. А у входа в бары появляются местные жрицы любви. Стоит иностранцу только выйти из отеля, как мототаксисты по местному тук-туке сразу предложат подбросить до ближайшего квартала красных фонарей. Проституция в Камбодже запрещена, но она повсюду. Этот парень местный гид. Он сам нашел нас. Попросил называть его Рэмбо. Настоящее имя скрывает. И мы не будем показывать вам его лицо. Первым делом предложил девушек. Все очень просто. Садишься на тук-тук, едешь к барам, выбираешь девушку. Я могу организовать все, что захотите. Если снять девушку на неделю, то мы можем предоставить скидку. Но, конечно, зависит от того, какую выбрать. Цены от 20 долларов. Рассказываем Рэмбо-легенду. Якобы ищем хороших девушек для друга, который хочет организовать он охотно соглашается помочь. Первый же бар. Юные кхмерки обступают со всех сторон. Многим тут явно меньше 18. Я не говорю на английском. Друг говорит. Слова Рэмбо оказались правдой. Найти тут можно что угодно. Но услуги местных девушек нам не нужны. Едем дальше, чтобы потянуть время. Мы приехали по вопросам духовным. Точнее узнать, действительно ли был в Камбодже нынешний глава парламентского комитета по духовности Николай Княжицкий. Об истории с Интерполом Рэмбо знает. А, да, я знаю об этом. Если честно, да, это правда. Один украинец снял девушку, чтобы заняться сексом, но девушка оказалась малолетней. Потом об этом узнала полиция и они взялись за это дело. Педофилия настоящая беда Камбоджи. Во многих деревнях детей едва ли не с пеленок готовят ко встрече с дядями, которые принесут доллары. А в столице якобы есть специальные секретные комнаты, где насилуют малолетних. Регулярно извращенцев задерживают. Многим иностранцам дают реальные сроки. Например, российскому миллионеру Александру Трофимову. Его осудили на 15 лет за секс с 11-летней девочкой. Но вскоре экстрадировали. Рэмбо уверяет, за деньги можно договориться со всеми. И на преступление закроют глаза. Наши законы не очень суровы, их почти не соблюдают. Если уж попал в полицию за такое, то отвертеться можно, но это стоит больших денег. Правдивы ли слова гида, дело скорее для полиции. И мы обязательно проверим это и покажем вам. Но он уверяет, с Интерполом тут не шутят. Из Камбоджи. Оксана Григорьева, Илья Филатов. Подробности, телеканал Интер. Продолжение расследования этого дела смотрите в воскресенье в 8 вечера в подробностях недели. Но из Камбоджи вернемся назад в Украину, конкретнее в столичный микрорайон Троещино. Там сегодня не менее горячо. Почему, расскажет Татьяна Винникова. За неприметной дверью подпольное казино в киевском микрорайоне Троещино. Больше работать не будет. Закрыли. Активисты местной общественной организации. Помогает им нардеп Борислав Береза и районное отделение милиции. Мы как закрывали, так и будем закрывать незаконный горный бизнес. С сегодняшнего дня я и вся моя команда начинаем защищать весь Киев. Киев сегодняшнего дня будет защищаться на всех рубежах. А здесь за забором с колючей проволокой штрафплощадка ГАИ. Но это только на первый взгляд. Договора с госавтоинспекцией нет с 2011 года. По документам на этом месте пустырь. Активисты говорят, схема преступников проста. ГАИ изымает машину за правонарушение. Водитель не согласен. Подает в суд и выигрывает. Приходит забрать машину, а ее нет. Мол, она на штрафплощадке. Но не на официальной, принадлежащей ГАИ, а на вот такой, бандитской. И там с владельца автомобиля начинают вымогать деньги якобы за охрану. Требовали больше двух тысяч за стоянку. Где по документам находится сейчас машина? Вот. По документам, официально вам скажут. Пражская, Пражская, 18. Мы находимся на улице Бальзака, которая к улице Пражской не имеет никакого отношения. Александру повезло. Он уехал домой на своей машине. Но это единичный случай. Попав на такие стоянки, с автомобилей срывают пломбы, разбирают на запчасти или незаконно продают через интернет, сняв номера. Таких нелегальных штрафплощадок только в Киеве семь. И на каждой сотне пропавших автомобилей. Эту сегодня закрыли. Протоколы оформлены. Заведено уголовное дело. В милиции обещают найти законных владельцев всех машин и наказать виновных. Активисты намерены за этим проследить. Татьяна Авинникова, Олег Невядомский. Подробности телеканал Интер. Роботы-насекомые, новый небоскреб, рекордсмен и развод Герхарда Шрёдера. Об этом и не только в нашем обзоре. Развод семейства Шрёдера в бывшей канцлер Германии расстается со своей супругой, журналисткой Дориш Шрёдер-Кёпф. Решение окончательное, пишет немецкая пресса. Чета прожила вместе 18 лет и воспитывает двух усыновлённых в России детей. Это уже четвёртый развод семидесятилетнего Герхарда Шрёдера. Дорис младше его на 19 лет. Ваш выход, герцогиня. Кэтрин Миддлтон в последний раз вышла в свет перед декретным отпуском. Вместе с мужем она посетила благотворительный центр Стивена Лоуренса. Таблоиды оценили яркое платье цвета фуксии на монарше особе. В конце апреля Кейт должна родить второго ребёнка. По утверждению прессы будет девочка. В Италии обнаружили пропавшую картину Пабло Пикассо. Спецподразделение карабинеров, занимающихся охраной культурного наследия, изъяло полотно у контрабандистов. Ориентировочная стоимость работы, созданной в 1912 году, 15 миллионов евро. Другую картину Пикассо алжирские женщины Кристис выставляет на торги. Полотно оценили в 140 миллионов долларов. Европейские страны меряются небоскрёбами. В швейцарской деревушке посреди гор планируют построить самое высокое здание в Европе. Оно будет подниматься в небо на 381 метр. Это на 70 метров выше, чем Шард в Лондоне. Нынче самое высокое строение в Европе. Новое здание с зеркальными стенами отдадут под отель класса люкс. По образу и подобию насекомого немецкая фирма представила две модели роботов, копирующих муравьёв и бабочек. Причём не только внешне, но и поведением. Например, Bionic Ants способны взаимодействовать между собой и каждый функционирует по чётко прописанным для него правилам. А Emotion Butterflies могут летать в течение 4 минут. Морские львы наступают на Орегон. В этом году в штате зафиксировано их рекордное количество почти 2,5 тысячи. Животные активно мигрируют из Калифорнии, где им уже не хватает еды. Морские львы плотно заполняют доки, чем приводят в ярость рыбаков, а туристов в умиление. В Амстердаме сегодня тоже многие были в ярости. Столица Нидерландов и её окрестности остались полностью без электричества из-за аварии на высоковольтной станции. В городе был настоящий коллапс. В аэропорту не принимали самолёты, остановились трамваи и поезда метро. Без света остались миллионы домов, офисов и даже больниц. И буквально через несколько минут в нашем эфире ток-шоу «Чёрное зеркало». Её ведущий Евгений Киселёв уже с нами на связи. Евгений, добрый вечер. О чём будете говорить сегодня? Ну, конечно же, Наталья, будем говорить сегодня о итогах драматической недели, которая заканчивается, неделя, которая началась с ожиданий политического кризиса. Но этого не случилось. Была отставка Коломойского и всей практически его верхушки прописаловской команды. Было множество других драматических событий, сразу несколько коррупционных скандалов, истинных и мнимых вспыхнуло и продолжает развиваться. Вот обо всём этом будем говорить. У нас сегодня будут интересные гости. В частности, ждём здесь третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас работает высокопоставленным советником в Украине. Ждём первого вице-спикера Андрея Порубия. И здесь будут, как всегда, политологи, журналисты, представители всех ведущих политических партий, фракции Верховной Рады. Думаю, сегодня будет очень интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. «Чёрное зеркало» в эфире сразу после подробностей. Оставайтесь с нами по этому поводу. Я же прощаюсь с вами. До завтра. Хорошего вам вечера. И до встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok